Один украинский боец был ранен сегодня на Донбассе. С 7 утра боевики 10 раз открывали огонь по нашим позициям в районе Луганского, Железного, Богдановки, Водяного, Лебединского и Широкина. Стреляли прицельно, в том числе и из крупнокалиберного оружия. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Так Богдан вспоминает о своем товарищей разведчике Дмитрии Украинском. По обратимой еще не привыкли говорить о нем в прошедшем времени. До сегодня не теряли надежду. Жив. Накануне группа разведчиков во время выхода в серую зону попала в засаду боевиков. Смогли выйти. Дмитрий принял бой и после этого связь с ним была потеряна. О его смерти в своих медиаресурсах сообщили оккупанты. Дмитрий Украинский был родом из оккупированной части Донецкой области. С 2014 года пошел воевать за единую и неделимую Украину. Он воевал за свою территорию. Так как он из Донецка, он выбрал именно нашу сторону. Не пошел на ту сторону. У него, значит, взгляды такие, как у нас. Это наша же земля. За свою землю этой ночью атаку врага отражали и побратимы Дмитрия в Зайцевом. Месяц продержалась тишина на этом участке фронта в Зайцевом. И вот уже несколько суток боевики регулярно, как по расписанию, открывают огонь по ней из пулеметов. Пользуясь тем, что солнце слепит камеру ОБСЕ, которая могла бы зафиксировать нарушение. Без каждого раза у них обороты нарушаются. Может, они подтягивают какие-то силы. Вчера они так, добренько попрацевали. Работала Дашка со школы и по нашим позициям, одиночным. Теперь сильно они пытаются попасть. Зайцевская школа, которую боевики осознанно захватили, прикрываясь тем, что это социальный объект, давно уже огневая фортификация. Оттуда наемникам удобно вести огонь из пулеметов и гранатометов. Пока он вышел в стрельну, его прикрывают. Он отстрелялся, одну-две мины кинул, все, назад втек. А вот даже с самой позиции стреляет, закрытая. В последние дни Анатолий Доблеско едва ли не каждый день начищает свой пулемет Дашку, как ее называют пехотинцы. Она сегодня ночью и працевала. Они стреляют за линии всей посадки. Зараз зеленка пошла и там не побачиваешь. У них там ротация прошла бы, зараз свежие какие-то новые. С задором ребята такие. В общем, с энтузиазмом бы пострелять приехали. За этот месяц возвели и вторую линию обороны. Правда, наши сомневаются, что строили наемники своими силами. Там и полонени наши копают. Ходят, слушают, что у них субботники, что привозят гражданское населенное, они копают. Ирина Баглай, Андрей Косюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Ирина Баглай, Андрей Косюк.